Предупреждаю, в ролике присутствует ненормативная лексика. Друзья, как вы могли заметить, у меня это лето все в разъездах. Один тотемчик в этом сезоне мы уже сделали, ну такой, light over. Он был изготовлен специально для минувшего open air. Не знаю, успеем сделать еще один. Пока под вопросом. Ну а сейчас речь пойдет про поездку в родные края моего хорошего друга Кости Бумэн. Это тот человек, который заботливо снабжает меня наклейками. И из подачи которого мы выпустили графинчик Бук. Его, кстати, все еще можно купить у меня в группе. Если еще не видели, то обязательно ознакомьтесь. Видео-обзор сейчас выскочил в подсказке. Посмотрите. Не знаю, может быть, надумаете хапануть. Короче, мы направились в город Белоозерский. Но сначала, по плану шашлычки, в узком семейном кругу, как говорится. С погодой подфартило. Выхватили теплый летний денек. С нами еще была Саша Лемон. Кто не шарит за ее комиксы, ссылка в описании. Я такая, господи, как люди этим занимаются. Посидели, поговорили за наклейки и выдвинулись в город. Здесь начинается самое интересное. А в окно лазили? Да, через окно раньше можно было говорить. Немного побродив по окрестностям, меня срисовала парочка юных райтеров. Знаете, это всегда приятно. Я Бом Мэн, блин. Да, наклеечки печатает. А мы думали Slack. Нет, Slack нахребался. Мы вот решили позырить, что тут есть вообще. А Slack с вами? Slack я знаю. Я никого здесь не знаю. Я вот приехал сюда первый раз. А вы что, рисуете? Да. Класс. А что, есть у вас такие? А по местности что-нибудь сделали? Ну вот, мы трюху недавно только создали, вот и че пишем. И че? Да, и че. Вот я вчера на крыше был, делал кусок. Типа залили так. Это вот он. О, заебись. А я недавно рисую вот это, честно. Короче, накидайся, блядь, у тебя нахуй стилек. Накидайте это. Короче, мы на Белаге. Здесь один известный, но нихуя не известный, художник по имени Slack. Изаяц Крю, Жуковский стилек. Делает куски, короче. Прикольный парень, на самом деле. Он единственный с этого места, после меня, кто поднялся, стал известным в плане художников. И, в общем, он продает картины, продает холсты. И это, короче, к тому, что если вы будете много рисовать, кучу всего делать и, короче, работать, то рано или поздно вы, короче, добьете своего, добьетесь результата, найдете свой стиль, потому что это 80-й стиль, который он меняет. Даже если посмотреть на эти куски, они все, короче, ну, просто друг с другом не сравниваются. Здесь уже по 20 раз все перекрашено. Он бьет ебальники, если кто-то его перекрывает. Поэтому, как вы понимаете, никто его не перекрывает, да. Вот. Погоди, надо вдуматься. Тут же смотри, как будто каждая буква на отдельном сарайчике. В этом и есть прикол, блядь. На повестке дня пройтись по самым знаковым местам и познакомиться с ключевыми людьми этого города. В формате творчества, разумеется. И речь идет не только о граффити. В данный момент мы идем к какому-то музыканту. Смотрите, как шпалу примонтировали. Это рельсы, блядь. Сошпалы. Вот, вот икшелвис. Икшелвис, вот, короче. А солнце уже все, пизда ему. Ну вы его хуй оторвете. Да, он уже все стал одним целым. Смотрите, какой стилек классный. Как они туда-то залезли, смотри. На стремянке, что ли? Да, вроде того. Ой, какой безумец. С зелеными глазами. Здорово, Володь. Привет. Пойдем яйца, Володь. Давай, снимем. 5-5-2, ебда. Где это 5-5-2? Да, вот, белым, блядь. И мусорник. И 5-5-2, блядь. Мы заходим на студию 5-5-2. Икшелвис, блядь, бомэн. Бомэн, экшелвис. Короче, знакомьтесь. И это Майк, группа Натри, группа 5-5-2, блядь. У тебя есть специальный голос. Да, здорово, чувак. Он приобретается с надеванием маски. Да, максимально кринжовый. Ну что, короче, расскажем немножко про Майка, про группу Натри, про то, как создавался этот проект с нуля своими силами, без денег, без инвесторов, без вложений. Это сейчас здесь небольшой бардак, но в целом здесь записаны 6 плюс 2 охуительных альбома, короче, и еще Молекул, еще куча других ребят, короче, чуваки занимаются музыкой, занимаются ее сами, добились пиздатых успехов. Их узнают на улицах, берут автографы, сосут письки им. И, короче, они чувствуют успех. Я, когда еще не был бомменом, а был цирой, я рисовал вот это, мои дреды. Короче, они были у меня на голове, вот такие вот. Тут сейчас еще куча не моих дредов. Я нарисовал Боб Марли, почти как боммен, да? И написал его великую цитату. Я рожден от белой женщины, белые мужчины и черные женщины. Я не пою ни для белых, ни для черных. Я пою для Бога. И я считаю, это охуенно. Для души поет парень. Это первые стикеры, которые мы сделали. Они пиратские, с пиратским логотипом, ну, стикербом, мы так назывались. И просто чувак заказал 30 листов со всякими картинками охуенными. И обклеил ими барабаны. Вот пока вот только бочку видите, остальные уже спиздили куда-то. А можешь какой-нибудь клип поставить свой? Ну, чтобы для общего понимания. Типа, я смотрю очень много... Нет, я на это. А что ты смотришь, получается, записанные передачи? Нет. Это просто этот. Каневского записал себе и откуда нахуй. Сука, блядь. Ай, криминальный России. А ты вакалируешь, да? Вот смотри. Вон там я еще альбомы натрия писал. Вон там в углу вот картина. А это альбомы натрия. Я был не совсем... Как-то странно. Типа, то вас много, то вас двое. Да, они, блядь, да. А у нас есть акустический... А, акустика как фео, да? Типа, гоняет по бичу. Сейчас я один вообще-то тоже. Один оттолся. Как фео. Это выгоднее. Конечно, выгоднее. Ну, как бы, это понятно. Ну, и можно намного более диагностику расширить. Потому что все-таки перевозить группу с оборудованием. Ну, как ты говорил, два этажа таскать обратно, два этажа таскать вниз. Два гаража. Просто группа была исходной хип-хоп-группой. Как бы, первый альбом чисто хип-хоп. Нихуя себе. И я вообще выходец из хип-хопа. Ну, это логично. Тема выходца из хип-хопа. И я смотрел просто. Были, бля, я не помню. У кого-то была уже такая фишка на Западе, кто так работал. Они давали... Ну, типа, бестибойс, допустим, как пример, да? Они, типа, давали живые концерты, а при этом давали концерты с диджеем, где просто эмси и диджей. Она тоже. Первый концерт у нас был чисто тоже подбитый с хип-хопа. Потом уже команда появилась. И так вот она и разделилась. И в итоге это, на самом деле, очень сильно меня выручает сейчас. Блин, ты знаешь, что так интересно слышать, когда ты тем более не знаешь материал группы. То есть ты что-то себе фантазируешь? И такой думаешь, блин, попал, не попал. Ну ладно, я дома загуглю. Пиво не забудь. Да к этому еще вернемся. Мы же там на 5-5-2 прыгаем. Мы на 5-5-2 прыгаем сначала. Давай, ёпта-ть, прыгай. Нет, зачем? Расскажешь что-нибудь про него. Пусть тут рассказывает, бля. 5-5-2, ёпта. Хип-хоп? Хип-хоп, блядь. Как мне рисуют его-то. Почему не рисуют? Мелкие охуенно как рисуют. Тут, как бы, знаешь, есть... Я уже по привычке мелкий, на самом деле, они уже не мелкие. Есть такое понятие, как акселерация. Ну, это тоже. Ну, это уже, бля. Я сегодня чувака, кстати, видел на выхину. У него ноги набит был. Блэкворк такой. Чемпион по брендингу вообще в нашем направлении. Да, да. Хуя тут вообще локация, бля. Чё, герогеном бахвается. Блэкворк, блядь, открывай! Блэкворк, блядь. Ну, мы туда не попадем, потому что мы сюда не уехали. На самом деле, очень... Мы заказаны на неделю. То есть, если так разобраться, мы пока пошли до тебя, тут пиздец, сколько рядов. Это вообще прям целый город, нахуй. Да, тут дофига, ребаз, ещё парочка точно есть. Ты чё, ещё две? Ещё три получается? Ну, то есть, получается в общей сложности три базы, да? Да. Ух ты, ё-моё. Пизду. Ты, кстати, не плохи, пусти нас. Блэков нет. Самые первые стили, когда Илюша пробовал вот этот вот с Петей, они пробовали этот стилёк. Я не знаю, сейчас найдём какой-то вот здесь. Ну, вот виски трой слаг, от команды, из Крювай. Ну, года нет, но это очень давно. Это мы, не знаю, ему реально лет 12. Они только, короче, формировали этот стиль. И создавали, конечно, вот эту вот концепцию. А это класс. Он тоже рисовал мыть. Ну, давай, вайбаним. Йоу. Историю? Да, да. Ты в Москву не выбирался пока ещё, да? Мне хуже там делать, блядь. Ну, да, жить, типа. Бля, я не хочу. Мне вообще пиздец как здесь нравится. Здесь охуенно. Мне кажется, никогда отсюда не перебил. А мы ещё озеро не сняли. Чё ты не снял озеро, Бор? Не знаю. Здесь была бомба 5-5-2. Одна из моих первых бомб на 5 плит. Её сейчас закрасили, пидораса. Я переехал в другой город. И поэтому, блядь, не с кем порисовать. Вот. Но завтра... И тут будет фотка. Фотка. Фикшел вообще. Фикшел просто. Даже не выгорел ещё. Медведь переходит дорогу. Ну, вот в таком темпе мы, не торопясь, прошли где-то половину города. Уже смеркается. И, по словам пацанов, мы идём в вообще крышосносное место. Короче, мы сейчас в Юрасе. Юрасик парк. Это, короче, культовое место, где много проходило крутых туз. Всяких просто богемы здесь собиралось. Здесь, как бы, Серёжа Леон. Охуевший вообще художник. Чувак, скульптор. У него много друзей. И, которые здесь собираются. Ну, здесь чего только не было, короче, у ребят. Вот. Ну, сейчас я расскажу про одного из его друга, Рыжего, короче. Рыжий в какой-то момент нажрал самогонки и покусал людей, короче. И больше он, как бы, долго сюда не заходил. А это он сделал из кирпичей, кресла, камин. То есть здесь труба. Там, короче, закидываются дрова. Там или с той стороны, блядь, где-то. И она, типа, греется, чтобы зимой сидеть, кайфовать у пруда, короче. И просто смотреть на лёд, как ребят тут в хоккей играют или что-то такое. Да это серьёзно. Здесь мастерская, короче. А здесь пацаны из дерева делают всякие... Чё, блядь? Что нахуй? Всякие старешницы, поделки, всякую, короче, такую тему охуенную. Чувак, блядь, вы меня к этому не готовили. Да. В смысле, нахуй? Смотри, конь. Берут всякие куски. А это Серёжа, он скульптор изначально. Он делал, короче, выпускную работу в полный рост. Чувак сидит на коне. Вот, как бы, чувак не поместился, он где-то здесь лежит. А это, как бы, вот, коль стоит. Вот форма коня, можно отлить, блядь, коня. Охуеть, да, блядь? Коня не хотите себе? Зайдя в дом, нас встречает прихожая. Полностью расписанные карты из героев третьих. А что тут леса вызрал, Серёжа? Скорпион, по-моему, где-то... Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Слышишь, это вообще угар, то, что здесь Скорпион стоит из моего полкома. А, ещё это сейчас портальчик, портальчик надо показать. Чё, поможем? 500 быков, это же непобедимая армия. Это пизда всё равно. Вот, смотри, вот портальчик. Не, мы убили с ним 2000 нагов, Серёжа. Вот этих прокачанных, вон они, с мечами. 2000 штук мы убили, это рекорд. Ну, вон ещё это, так. Вот эти, вот эти наги, да? Да, мы убили 2000 с ним. Бля, господи, слепоты, там слепота, и без слепоты нельзя убить, знаешь. Слепили их и валили по флочкочками. Ну, охренеть. А вон ещё вот там вот. Ну, такая... Юность, которая прошла и оставила этот свет. Смотри, коробочку сделай, смотри, новую. Сергей, это все твои работы? Ну, это я делаю, это какая-то салонка будет. Это перец с соленым. Охренеть. Вот, сейчас, смотри. Воу, воу, это у меня перегруз мозга сейчас произойдёт. Это как дела? Это я с птичечкой работы доделаю, чтобы её отлить в бронзу. Знаешь, ну, я летну там лет 10 назад. А это, блядь, из какого-то аниме по-любому. Не, это уже новый направление искусства. У вас, блядь, хайм. Мне денег принесёт, скорее всего. Так, об этом бронщим, да? Непонятный хуйня приносит. Да, нет, это авангард называется. Это, чё, это самая тема вообще. Такая хуйня будет, блядь, сейчас покажу. Типа такая еботня, их надо расписать ещё, это. Обжечь, смачал, а потом расписать такими разными цветами. Сейчас, где она, как она там держится. Такая хуйня, цвет. А это тоже ты делал, правильно? Да не, какой, это учитель Донателло. 1430-й год. Ну, копию-то ты, Ваша. Да я просто отформовал. Ну, да. Оригинал музея там в Уфице висит. А этот, рояль вы выкинули? Не, пока здесь. А можно? Сзади, сзади, наверное. Я думаю, сломать. Пойдём, на рояль ещё заходим. Фак, у меня просто башка кипит. Это рояль, блядь, охуевший. Башка, блядь. Башка у тебя закипит, если... Она уже просто полыхает. То есть, это прям, ну, блядь, реальный рояль. 5-5-2 мелодия. Это же черепашки-ниди. Бебоп и рок-стэдди. Это же черепашки-ниди по мультику. Да, и все, блядь. Все, это все, блядь, это все. Может, тут кого-то не хватает, но это прям пиздец. У него шреддеры, вдруг, исполнение. Да, охуеть, вообще. Серёжиных коллекций я просто обалдел. Прикиньте, у него есть все робо-звери. Вся линейка. Разные. Это, смотри, вот это с Украины. А этот из Челябинска. По нему видно. То есть, они все из разных регионов. Оказывается, в 90-е, смотри, они все разные. Это тоже челябинские. Это потом, когда я начал собирать, оказалось, что они... Их дохуя видов. Нет, слоны одинаковые, но разного цвета. Они тоже из Челябинска. Да, смотри. Видно. Мясороги разные. А они все разные, смотри. Они почему пиздец разные. Походу, кто-то проебался с оригинальной формовкой. Оригинальная формовка вот эта, вот. Ну, она, конечно, да, она выделяет. Да нет, они лепили. Ну, смотри, тут больше пиздец. Он размер другой. Я тебе говорю, кто-то не привез им оригинального носорога. Поэтому все, короче, посмотрим. Вот этого хмыря, он сейчас 40 тысяч стоит. Я его за 15 купил. Потому что у него отдельные детали еще. Он в единственном экземпляре. Это рыба, которая на Донбассе они делали. Видишь, кустаре. Погоди, вот это подсветил. Вот обезьяны сейчас, в Буденовке, смотри. Она тоже сверхредка. Да, да. Вот смотри, обезьяна с другим пластиком. Это не ты же сделал, правильно, Серега? Нет. То есть они выпустили вот такую хуйню? Это Челябинск, они все из разных городов. Вот эти обычные, а вот эти посередине редкие очень. Это все коллекции. Это все, которые роботы. Это о чем я говорю, когда у тебя все эти носороги. Это редкие 50 тысяч стоят. Давай заценим эту, чувак. Да нет, ты ничего не поймешь. Во, 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 да. Это все акулы. Смотри, величество акулы. Бля, мои любимые. Они тоже все разные. Ну, кроме вот этих. А почему? Такая же история, как с носорогами? Да. Они все. А вот тут и что такое? Это была, это классическая самая технология, которую фирма пускала. Она вот была в 90-х. Она у меня была в 90-х здесь. Вот это акула. Киллер инстинкт запечатанный. Это пизда. Это на минуточку. Силдовый киллер инстинкт на SNES. Запечатанный, блядь. Да. Просто коллекционка. Вон еще вкладыш черепа. Вкладыш-то хрен с ним. Вот это, это не стоит денег вообще. Это стоит чего-то большее. Он еще не стоит, он на минуточку дохуя. Ну, у тебя, блядь, погоди, еще раз снимай. Потому что я только в интернете, я только в интернете это видел. Полная коллекция терминатора, блядь. Я еще и вторая есть полная, 94-го года. У киномана даже какая-то хуйня отсутствовала, кстати. А, это который инвалид такой полный? Да, 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 да. У него где-то собрался. Это у него какая-то отсутствовала, точно. У него отсутствовала, знаешь, там оказывается, я не знал, что в 94-м году вышла еще одна серия терминатора. Вот они, смотри. А-а-а-а! Там уже другие наклейки. Нет, все, нахуй, я киплю, я уже не могу. А я когда только первый, я купил просто на авито всю коллекцию за полторы тысячи, что ли. И впервые увидел все эти наклейки вместе, то есть в детстве я понял, что я половину и не видел даже. Их и не было, походу. А шкаф ты не видел? Нет, шкаф я видел, мы с тобой горали. Да, да, а здесь что? Точно, точно, все, да. Ну, в общем, все, да. На этом все. На этом все, идите нахуй. Так вот дну и вода по всему руку, я поймаю хоть одну и счастливым. Ни хуя себе, ну, Володь, ща опять охуеешься. Смотри, трехлитровая банка какой-то хуйни. Такая форма, я ее просто в масштабе сейчас менять буду. Шкаф у меня купе будет, вот этот коридор. С сексом для одежды, для зимней. Я вот хочу этот круглый шкаф сделать. С фанеры. Вот мне вот эта, блядь, работа охуенно нравится, не знаю чем. Серега Рыжеву тоже еще. Сержин. Это Рыжево? Да, блядь. О, пойдем, Боумайн Стикер снимем. Да ладно, мы уже наснимали сегодня Боумайн Стикер. Блядь, ты вообще приехал меня снимать, снимаешь. Что за гон, блядь, я не соглашался на то, что только тебя снимать. Ну я, блядь, думал, что так будет этому стикеру вот 4 или 3 года, но это 5-5-2 логотип. Ребятки, объявляю конкурс. Напишите в комментариях, куда мне следует еще съездить. Да так, чтобы и мне, и зрителям было интересно. Желательно с аргументами. И автору самого интересного комментария мы подарим графинчик Бук. Выберем еще два комментария, автором которых перепадет лист с моими наклейками из этого стикербука. Дерзайте. Итоги подведем в следующем видосе. Ну а мы плавно перетекаем во второй день. Хорошо. Копивка. С отрицата, а? Тут формировался стилек. А здесь уже... Белоозерский, да? Ну да, Жуковский стилек его называют. Потому что АС это Петя Жуковского. И они больше там рисовали. Как бы здесь уже эти заборы перекрашены Илюхой. По многу раз здесь кроме него никто не рисует. Потому что он бил людей, которые его перекрывали. Ну, в юности. А сейчас как бы уже... Ну, это как бы... Как всегда было перекрыть чей-то кусок. Надо перекрыть чем-то пиздатым. Конечно, всякие чекарня. Может тут какую-нибудь хуйню неизвестную. Пиздюки там, школьники накалякать. Но те, кто в теме, как бы понимают, что это зашкварно. Ну вот, как раз кто-то тут Кристину любит. Ну, как бы, судя по всему, это понятно, что какие-то, блядь, скалатроны на... Ну, накрасили. Как бы стенки уже вот эти старые. Можно увидеть, что тут все отлетело. Это вообще куски древние, но... Ну, не очень древние, но уже сформированного стиля, как бы. Как ты думаешь, как он эту решетку делал? Он? Ну, когда мы только начинали рисовать, он был таким, блядь, фанатом того, что, типа, все линии, все лайны должны быть от руки, скотч, линейка, вот эти все приблуды подручные. Типа, ну, не надо использовать. Надо дрочить, как бы, руку. Я с ним в чем-то согласен, но сейчас, по-моему, он, ну, да, гирсую картину, уже не пользуется такой хуйней. Ну, типа, таким мнением. То есть, делает все с использованием инструмента. Ну, да, ты представляешь, а как это он сделал, интересно? По поводу сетки... Ну, хуйная, можно скотч наматывал и лайнил, как бы. Пиздец за задачки. Ну, вот эта работа мне очень нравится. Она такая... В ней есть какой-то такой. Слушай, ну, намного времени здесь потратил, прям видно. Да. Просто, знаешь, по одному красному элементу сверху, вот той белой полоски видно, насколько она проработанная работа. Блядь. Это трафарет, походу. Не, он не делает трафарет. Я не знаю, пойдем вон, похуй. Да не, куда пойдем, это же борщевик. Царь-победитель. Борщевик, не трогай его. Короче, это квас. Погоди, погоди. Мы бухаем квас, потому что вчера было. Отлично. Это, вот, по-моему, один из таких... Блядь, коммерческий или нет, я не помню. Ну, еще пацаны, когда только собрались, то есть можно еще увидеть их стиль, что он еще даже не дорос в эту геометрию. Просто идут какие-то формы, поиск стиля. Я не помню, год, это, наверное, ну, лет 10-8 вот такие вот. Я вот сейчас только понял, что тут на удивление, да хуя граффити вообще, в целом. Для такого поселка, типа. Но, если я не ошибаюсь, то вот эти вот куски приезжали какие-то типы тоже, друзья, ребят. Хорошее определение. И они вот рисовали вместе. Потому что, судя вот по этому куску, это тмар, блядь. Если я вообще... Ну, первое ТЭЖ или ТАЭС. Чё? Ебать, ЛОКО и... Не, ну, шкарят, мы в ответе. Это, короче, какая-то, ну... Это уже, блядь, эти хейтеры, ебашня. Пушкарят, что значит? Я понятия не имею. Пушкарят, но это, бля, Пушкарина. Это Биф. Би-би-би-си, да? Би-би-би-си. Би-би-би-би-би-бббс. Как считается-то, да? Фуй знает. ББС, наверное. Возможно, когда... Б, Б8. На Б похоже, может, они меняются. Когда они, может быть, то, или вот эти вот куски. Ну, там было по... Ну, когда ты начинаешь там граффити заниматься. Лет 14, да, обычно ты первую банку берешь. Вот. До этого можешь там начинаешь рисовать. Ну, где-то в этот период. И вполне вероятно, что ты там начинаешь уже хуевничать, потому что мозгов нет, что ты делаешь. Да, скучно еще при этом. Да, при этом скучно. А потом вырастаешь, и у тебя может быть какой-то... Ну, вот как ББС написано, мне, в принципе, нравится такой стайл. Вот это, конечно, право пиздец, нахуй. Что-то залил, что-то не залил, краски хватил. Съебался, походу, краски не хватило. Да, буква Б, блядь, вообще какая-то странная, бес. А это, блядь, мусор, нахуй, это бич, блядь, всей современной России. Что люди срут и не убирают за собой, и пошли они, нахуй, блядь, сетят. При том, что каждый, блядский, нахуй, весну проходит субботники, чуваки, блядь. Ну, на субботник выходят те, кто не мусорит никогда, естественно. А эти все мудаки сидят, бухают, кирилл, твари, а они, блядь, на субботник вышли. Я, конечно, таких людей презираю и ненавижу. Смотрите, можно за семерик украситься. Короче, вот здесь школа. Здесь вот мы подходим к квадрату. Это место всех юных райтеров. Потому что оно, это как бы просто квадратный забор вокруг какой-то, блядь, там насосной станции, я не знаю. Оно чем охуенное, то, что там тебя никто не видит. То есть ты можешь там рисовать, делать что хочешь, варить монагу, короче, и никто тебе за это ничего не сделает. Вот. Там особо никогда никого не гоняли. И, собственно, это вот этот забор наш любимый. И с обратной стороны у него, ну, реально плоский бетон, как бы. Плоский? Да, ну, типа, забор с одной стороны тряфленый, а с другой стороны плоский. И, ну, соответственно, это клевое место для порисовать. Сейчас пойдем заценить. О! Уже сразу видно, чья территория. Микшельчик? Да. Какой? Года два? Нет, год. В том году наклеил его. Нормально, что держится. Раньше пролезал. Раньше ты пролезал. Эй, эй, эй. Эй, сейчас, коллега. Получается, здесь, ну, вообще, то есть, я начал рисовать каком, бля, 2006 или 2007, вот так. Или раньше даже 2005, может быть. А может даже 2004. А, 2004, да, как раз, когда я заканчивал школу, то есть, это был 2003-2004, то есть, у меня, да, это было школьные годы, то есть, конец школы, начало института 2003-2005. Вот это, наверное, активный период скетчинга и стен, и потом все уже, ну, поменьше, все дорожало. И здесь, ну, у нас было там немного человек, на самом деле, тогда я рисовал на тот момент Илюха, вот как раз слаг, Антоха Мош, Саня Сктуф и вот я. И здесь были только наши куски, было много херовых стен, как бы мы старались друг друга не перекрывать, ну, и не делали так. И потом, конечно, типа, как ты сказал, прикольную фразу, типа, главное, чтобы пацаны заценили. Ну, да, но это не я сказал, я процитировал. Да, и это, ну, как бы стремились к какому-то вот этому, типа, ну, я не знаю, я хотел, чтобы там... Но, и это нормально, что завтра тебе не нравится твоя работа, и не надо ее убивать там, выебываться, просто надо делать дальше. Тогда вот у тебя будет расти скилл, и какие-то будут работы, которые там спустя годы тебе будут нравиться, или что-то в них будет нравиться. И ты их будешь, ну, оставлять, и, конечно, будет куча того, что тебе не нравится, что хочется сжечь, удалить. Тут тоже можно уплескивать эмоции, как бы всех по-разному, но, в общем, копить это точно не надо. Там видно какие-то старые куски, вон, гнев, по-моему, ну, потому что сейчас, как бы, нету движухи такой. Ну, вот просто визуально отображается это так, что растет, растут деревья, движухи особо нету, да. Там, по-моему, мы никогда не рисовали, скорее всего, там рисуется ранней весной, или поздней осенью, или вообще зимой. Здесь какая-то Яна, я не знаю никакую Яну, вон она свои трусы, блядь, развесила. Здесь вечно, блядь, бардак от этих графитчиков ебучих. Вот видно, что один скилловый чувак, да, а второй, как бы, его кореш, который на подсосах ходит и, как бы, старается. Ну, я был в таком же тоже положении какое-то время. Единственный момент, ну, мы тоже так делали, но, блядь, вот мусор, нахуй, который оставляют после себя художники, это, блядь, ну, зашкварная хуйня, Потому что, нахуй, вы так делаете, блядь, возьмите, да, приберите, блядь, бардака, пиздец, вот, кстати, сумка и кей, блядь, можно было ей воспользоваться. А там, говно какое-то. Слушай, а его грех не узнать, типа, ну, стиль довольно узнаваемый, ты, если там два дня походил, насмотрелся всего этого, ты уже выкупаешь. Тут есть некоторые элементы, круги, геометрия довольно интересная. Да, вот это уже, как бы, уже, наверное, приближенный, там, к 18-му, может быть, году, когда уже все, стилек начал формироваться в полную погруженность, когда Алюха перестал уже на стенах писать слаг, это, ну, уже, и больше ушел в холсты, наверное, и в оформительскую деятельность вот таких вот изображений. Не, красавчик, что? Ну, явно, ребята стояли рядом, короче, прям, с одними банками делали. Ну, да, по секунду, 2017, корона, да, типа, стреляясь, ну. Ну, опять же, да, вот смотри, вот о чем речь, как бы. Ну, сделали, ну, уберите, нахуя? Да, это же вот эти, блядь, дебесно. Ты сразу определил, да? Конечно, они вот, поебашили желтым, а все это навалено. Все. Здесь находится вот где-то нет, вот они еще, короче, что-то. Вдоль всего видоса, красной тонкой линией, проходит повествование о таком авторе, как Илья Слак. Но встретить его на районе у нас так и не получилось. На местности его тогда не было. Обидно, ну, что поделаешь. Фу, блядь, как-то воняет. Как, как, чего спот зарос? Ку-как мой кукан. Это Илюха. Понятно. А ты где есть сейчас? Ты где есть-то вообще? Ты как обычно, в охуенный момент, ты знаешь. Ты срешь, что ли? Че? Срешь? Раскружаю краску, блядь, краску туда и сруда. А ты куда уехал в какой город? Иваново. Иваново, невесту искать, понятно, блядь. Да. Мы получаем лазере по решетке на второй этаж, в окно и все, и там уже, блядь, тусили. Я не знаю, может, там бомжи сейчас живут, которые людей едят, потому что, как-то рассказываешь с обратной стороны, где помойка, там. Чувак кому-то пакет передавал, там просто рука отходила. О, классная городская легенда. Да, да. Туда вариант? Туда вариант. Людмой здесь власть, Людмой здесь печать на клюв. Прозрачный клюв. Ну вот как-то так заканчиваются мои похождения в этом замечательном городе. Ну вот и все, друзья. Приезжайте к нам в Белодерск. Тут вкусные арбузы и вино. И приключения разные. Арбузы из Дагестана. Не забудьте поддержать ролик лайком и подпиской, если на этом канале вы в первый раз. Ссылки на инсту и группу ВК, как обычно, найдете в описании. Также помним про конкурс. Отхватить наклеечки на халяву – это нужно. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова